Кто и как разваливал Коммунистическую партию Советского Союза? 14 марта 1990 года из Конституции СССР была исключена статья номер 6 о руководящей и направляющей роли КПСС в советском обществе. Продавливал исключение этой статьи из Конституции сам генсек ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, который днем позже, 15 марта, стал еще и президентом СССР. Депутаты Верховного Совета СССР вяло сопротивлялись, вначале не хотели сдавать шестую статью, но ее отмену продавили сверху. Указ президента РСФСР от 23 августа 1991 года. Номер 79. До окончательного разрешения в судебном порядке вопроса о неконституционности действий Компартии РСФСР приостановить деятельность органов и организаций Коммунистической партии РСФСР. Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Борис Ельцин в Советском Союзе был награжден Орденом Ленина за заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством двумя орденами Трудового Красного Знамени Орденом Знак Почета. О Борисе Ельцине рассказывает Виктор Илюхин, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Ельцин поднимался всегда вот на этой пене, пене разрушений, пене, как говорится, обличительства. Он ведь всем вешал ярлыки, он взял на себя функции судьи, давал оценки и прочее, прочее. Он всегда был разрушителем, разрушителем очень тупым, я бы сказал, такого таранного типа, который мог пройти через стену и все что угодно потом натворить и не задуматься. Задумывался? Или же не задумывался? Борис Ельцин нам теперь уже не узнать, но именно в его период руководства Свердловской областью 23 сентября 1977 года дом в Свердловске, где была казнена царская семья, сравняли с землей. И это неопровержимый исторический факт. Я хотел бы сказать один момент. У меня была такая задушевная беседа с одним из достаточно уважаемых, почитаемых священнослужителей здесь. И вот когда мы анализировали все, ведь и падал с моста, и в детстве бадья ему, когда падала на голову, когда он был в колодце, что ли, там и прочее, воду доставали, били его и оглобли. Ну, взрывалась граната в руке, и он всегда оставался жив. С крыши вагона его сбрасывали, и священнослужитель прямо сказал, ну, это он так считает по своим канонам. Я немножко ведь к этим понятиям отношусь несколько иначе. Он прямо говорит, Виктор Иванович, ну, если судить, это просто сатана. Православный нормальный человек давно бы погиб в этих ситуациях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова